всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду у нас среднедневная температура наконец-то началась снижаться с обычных своих 28 30 градусов до 22 24 а значит можно начинать заниматься сыровял я хочу приготовить фуэр если заглянуть в советские колбасные госты то можно увидеть такое разделение колбасы сухие сыровяленые сырокопченые и полусухие саверность и копченые сегодняшний фуэр скорее полусухой попробовал тут у знакомого испанского колбасника мне очень понравилось попытала его насчет подробностей не уверен что он поделился всеми поэтому для первого раза решил приготовить немного и так понадобится лопатка свиная небольшой кусочек грудинки полужирный небольшой кусочек сала с хлебта кроме того соль нитритное сухое молоко можно заменить жирными сливками 30 35 процентов и черный перец горошком и свиная черева калибром 38 46 миллиметров вроде все а нет еще культуру белой плесени забыл приступим для начала все сырье надо нарезать небольшими брусками чтобы удобно было в мясорубку отправлять и затем подморозить до минус 2 градусов реально от минус 4 до 0 будет нормально все нарезано отправляется в морозилку перерыв а вот все я буду вот на такой крупной решетки если вы до сих пор такую не нашли я ее купил с кибе режьте ножом теперь добавляем соль перец сухое молоко или сливки и все тщательно перемешиваем колбасник очень настаивал на том что мешать надо все руками и недолго чтобы сало не расплавилось от тепла рук и не размазывалась по фаршу если руки мерзнут можно сначала натянуть нитяные перчатки а затем сверху же резиновые вот такой рисунок получился а теперь набивка черева у меня была замочена в прохладной воде примерно уже полчаса надо конечно стараться по плоти набивать но прям особенно сильно заморачиваться смысла нет потому что колбаски после набивки должны будут под прессом полежать несколько дней что касается длины у этого колбасников у этой были перевязаны и по метру я такой длинной формы конечно не соберу поэтому мне будет покороче на доску смотрите фирменная доска самура перевожу у нее колбаски в пакете чтобы они не загаживали мне холодильник сверху другую доску и зажать все это струбцинами вот такая конструкция собралась ну что отправляем в холодильник на неделю первые пять дней под кресом затем без пресса всю эту неделю при температуре плюс четыре плюс пять градусов перерыв пять дней прошло надо выдавать колбасу из этой средневековой пыточной конструкции и и повесить дальше осаживаться смотрите плоская все видите есть небольшой брачок слегка передавил один батон и он там лопнул посмотрим что получится остальные вроде целые с колбасы как видите капает сок чтобы не загаживать эту камеру и потом меньше отмывать вложу сюда на пластиковую разделочную доску салфетку основную сейчас капель эту соберет потом сюда выброшу очень важный момент для завяливания колбасы это наличие постоянного движения воздуха в камере у меня он обеспечивается вот этим вентилятором он просто стоит внизу и включается по таймеру на 15-20 минут каждый час и обеспечивает движение он не дует непосредственно колбасу отделен от нее вот это вот не до конца перекрывающий стеклянной полкой но движение воздуха имеется если вентилятора не будет то появляется высокая опасность в некоторых местах колбасы где она близко соприкасается будет расти нежелательная микрофлора значит через два дня я обрызгаю эту колбасу раствор мол 600 это белая плесень который кстати можно у паши ем колбаски купить повышу температуру до плюс 12 плюс 14 и установлю сюда увлажнитель который также включается у меня по настроенной системе эту камеру я сам делал и ролик отдельные есть и дальше колбаса будет завяливаться до готовности готова она будет при потере массы порядка двадцати восьми тридцати процентов прошла неделя наступила пора обработать колбасу спорами плесени вот у меня пакетик с бакта фирма ским молд 600 нет пакетик от того из магазина ем колбаски получил за что им огромное спасибо здесь написано что на 10 литров воды нужно развести 25 граммов этих спор несколько не надо хватит 100 миллилитров значит отвешиваю четверть грамма получилось полграмма значит на 200 миллилитров будут наливать размешать и привлечь пульверизатор и можно опрыскивать и пусть висит температуру установил на 12 градусов а влажность будет обеспечивать вот этот ультразвуковой увлажнитель датчик установил на семьдесят пять процентов встретимся наверное уже теперь на разрезании и пробе этой колбасы тарак тебе дох тебе дох тебе дох убрал я колбасу в камеру для сыровяла она провисела там два дня начала уже зарастать плесенью все как положено накрылся датчик сначала температуры затем влажности в результате я вынужден был довяливать ее в условиях так сказать на улицу вывешивал а на улице влажность как раз в эти дни в течение недели была очень низкая потом опять начались дожди и опять сырость пошла камера для сыровяла проработала моя три года без замечаний но потом китайские датчики накрылись проработал в жестких условиях потому что летом в полуподвале где стоит камера температура поднимается до сорока восьми и вот замерял в зимнее время испанская зима это все равно что слякотная российская осень когда дожди все заливается не просто влажность очень высокая там под 98 99 процентов то есть прям чуть ли не пар стоит но во время сильных дождей еще и под стенами вода начинает затекать и пол бетонный прям намокает лужи стоят в результате колбаса моя плесенью такие не заросла только вот следы плесени появились вот и все по запаху ну да похоже на фуэт по вкусу я боюсь у плесень все-таки дает свой такой характерный грибной на на привкус него здесь не будет сейчас узнаем я тоже нарезал да сыровял яркий за счет пряностей вкусный но вкуса вот этого грибного плесня у не хватает короче большой облом случился но вкусно я может попробую еще раз устроить только придется ждать 3 года на следующий год готовить потому что в этих условиях когда у нас опять начались дожди в подвале сырость датчики еще не пришли я заказал на алиэкспрессе опять новое как готовить непонятно ну посмотрим вот такой вот облом вкусный облом но совершенно не фуэтный фуэт колбаса в плесне белый так что так готовьте ставьте камеру лица реала в более человеческие условия и наслаждайтесь вкусной колбасой а с вами был я дмитрий фреско на этом позвольте попрощаться виктор огромное спасибо за доску вы видели на какой доске я резал эту доску мне прислал подписчик он сам их делает я ссылку на его инстаграм под роликом размещу обалденная доска венге торцевая с эмблемой с эмблемой кулинарной пропаганды огромное спасибо за компанию всем пока